8 октября православные христиане чтят память преподобного Сергия Радонежского. Перед иконой этого святого молятся о защите детей от злого влияния, о помощи в учёбе, а также о покровительстве вдов и детей, которые остались без попечения. Преподобный Сергий может помочь в праведных судебных делах. Он защищает вас от судебных ошибок или несправедливости. Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ребёнка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто для того, чтобы увидеть святого. В народе празднуют День Сергея Капустника, выпекают булочки на капустном соке, занимаются консервацией. По народным поверьям, праздник Сергея Капустника отмечает пору, когда в народе начинают заготовку на длинную зиму, очень почитаемого среди наших людей блюда – квашеной капусты. Также в этот день забивали домашнюю птицу на продажу, чтобы приготовиться к свадьбам. По народному опыту, солить капусту нужно с первыми заморозками. Никак не раньше, иначе она быстро закиснет, и её можно только использовать для щей. Засолкой капусты, как правило, занимались всем домом. По народной традиции, в этот день на капустных лесках выпекали капустные лепёшки. В День Сергея Капустника также подавались пирожки с капустой. Также в этот день судили о приходе весны. «Если 8 октября ветер северный, то зима будет студённой. Если ветер с юга, то зима будет тёплой. А если с запада, то будет много снега». ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok